Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Наш разговор о хрущевском периоде в истории Советского Союза, который длился с 1953 по 1964 год, продолжается. Сегодня мы поговорим о внешней политике Никиты Сергеевича Хрущева в этот период. Надо сказать, что материал по внешней политике в этот период достаточно обширный, поэтому мы посвятим этой теме две лекции. На первой лекции разговор у нас с вами пойдет о тех взаимоотношениях, которые Советский Союз выстраивал со странами социалистического лагеря и со странами так называемого третьего мира. Вторая лекция будет посвящена взаимоотношениям с капиталистическими странами, кризисам холодной войны, знаменитому Берлинскому кризису 1961 года и самому, пожалуй, известному из всех кризисов холодной войны, Карибскому кризису 1962 года. Если определять основные направления внешней политики СССР в этот период, то тут очень четко выделяется три основных направления. После Второй мировой войны, когда в мире складывается мировая система социализма, наши взаимоотношения с социалистическими странами в нашей политике играют внешне очень и очень существенную роль. Процесс деколонизации, который идет в мире в 50-е и 60-е годы приводит к тому, что возникает большое количество новых государств на ранее колонизированных европейцами и американцами территориях азиатского континента, африканского континента. И вот с этими новыми возникающими на карте мира странами тоже надо выстраивать отношения. Но и никуда не деваются отношения со странами так называемого Первого мира, отношения со странами капитализма, где продолжается то затухая, то разгораясь заново холодная война. Надо сказать, что сразу же буквально после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина наш внешнеполитический курс испытывает очень серьезную трансформацию. Меняется этот самый внешнеполитический сталинский курс. Во многом это связано с тем, что на пост министра иностранных дел Советского Союза возвращается Вячеслав Михайлович Молотов. В 1952 году Молотов был вместе с группой других старых сталинских соратников раскритикован и отстранен от реальной политической власти. Но со смертью Сталина он возвращается на этот наш политический олимп и снова занимает пост министра иностранных дел. И вот тут у советского руководства возникают различные взгляды на то, как должна выстраиваться внешняя политика и внутри советского руководства идет достаточно серьезная дискуссия. Одним из важных вопросов в этой дискуссии был вопрос германский. Как известно, Германия была разделена в 1949 году на западной части Германии под влиянием Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции возникает Федеративная Республика Германия. В ответ на это Советский Союз в 1949 году же создает в восточной части Германии на своей зоне оккупации германскую демократическую республику, то есть социалистическую Германию. И вот советское руководство не может определиться, как после смерти Сталина выстраивать отношения с этими двумя частями Германии. Один из наследников Сталина, Лаврентий Павлович Берия, излагает идею о том, что строительство социализма, которое разворачивается в восточной Германии, надо свернуть и все усилия приложить на то, чтобы Германия была объединена. Идея объединения Германии, которую высказывает Берия, предполагает, что новая Германия будет Германией вне блоковой, демилитаризованной, нейтральной страной и вот на это нужно направить максимум усилий. Надо сказать, что здесь Лаврентий Павлович действует как раз в логике позднего Сталина, который еще в 1952 году отправил западным странам вот такую вот ноту, в которой предлагалось объединение разъединенной Германии на принципах нейтральности и внеблоковости. Против предложения Берия выступает Вячеслав Михайлович Молотов, который говорит, что конечно форсированное строительство социализма, которое можно было в тот момент пронаблюдать в Германской демократической республике со всеми свойственными вот этому форсированному строительству перегибами, это конечно не очень правильно и нужно смягчить методы построения социалистического общества, где-то пойти навстречу пожеланиям народных масс, но при этом Германская демократическая республика должна быть сохранена и идея построения социализма на германской земле не должна быть отброшена, социализм нужно было продолжать строить. Однако вот эта общая идея, мы смягчаем позицию, прослеживается и в дальнейших действиях советского руководства. Я уже говорил на предыдущих лекциях, что в 1954 году один из сталинских наследников Георгий Максимилианович Маленков выступает с очень любопытным предложением. Маленков после смерти Сталина занимает высший пост в советском правительстве, он становится председателем совета министров Советского Союза и вот как глава правительства выступает с инициативой о том, что совершенно не обязательно, чтобы между капитализмом и социализмом была жесткая борьба. Две общественно-политических системы, по мнению Маленкова, могут мирно сосуществовать друг с другом. Естественно, что вот такая идея, идея в общем-то пересматривающая многие базовые принципы марксизма, не была поддержана большинством сталинского руководства. Тот же Молотов, например, выступает с критикой Маленкова, заявляя о том, что противоборство двух систем неизбежно. Капитализм и социализм на одной планете Земля не уживутся, а раз так надеяться на мирное существование, это есть величайшая глупость. В общем, Маленкова раскритиковали, по сути дела, за правый уклон, за ревизионизм. Но что характерно, после того, как Маленков был отставлен с большинства своих высоких постов в 1956 году, с высокой трибуны 20-го съезда КПСС, Никита Сергеевич Хрущев, который ранее сам критиковал Маленкова за вот эти вот идеи, эти же самые идеи о мирном сосуществовании, активно провозглашает. Вообще, надо сказать, что советское руководство на 20-м съезде КПСС выступает с двумя инициативами, которые, в общем-то, должны полностью изменить характер нашей внешнеполитической деятельности. Первая инициатива, это, как я уже сказал, идея мирного существования капиталистической и социалистической системы. Никита Сергеевич Хрущев с трибуны съезда выступает в роли Ката Леопольда, который говорит, ребята, давайте жить дружно, при этом не очень интересуясь мнением тех самых ребят, к которым он обращается. Вторая идея, прозвучавшая на 20-м съезде КПСС и внесенная в его решение, это идея о том, что строить социализм можно самыми разными путями. И советский путь построения социализма, таким, каким он был в СССР, с ускоренной индустриализацией, с коллективизацией, с обострением классовой борьбы, с подавлением инакомыслия, это необязательный путь. Дескать, можно и по-другому, и у каждой страны может быть свой особый национальный путь к социализму. Это советское руководство тоже признает. Это был, конечно, очень серьезный отход от сталинских принципов. Можно считать отходом от сталинских принципов. И еще одно любопытное такое движение, сделанное советским руководством, вот как раз в те самые 50-е годы после смерти Сталина. Это, наверное, даже можно в какой-то мере назвать таким историческим курьезом или даже тонким троллингом наших западных партнеров со стороны советского руководства. В 1954 году министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов обращается к странам НАТО с нотой, в которой предлагает принять в состав НАТО Советский Союз. Ну, вообще-то, Североатлантический договор был против Советского Союза и создан. И вот каковы были истинные мотивы вот такого поступка Молотова, сказать достаточно сложно, но мне кажется, что здесь Молотов хотел продемонстрировать, что советское руководство готово к мирным взаимодействиям со странами Запада. Естественно, это предложение было отвергнуто. И, естественно, что наша пропаганда это использовала как аргумент в пользу того, что мы-то хотим мира, мира не хотят страны капитализма. Видимо, так оно в тот момент и было. Так или иначе, впоследствии Молотов достаточно критически оценивал все вот эти вот мирные инициативы и идею Никиты Сергеевича Хрущева, провозглашенную в 1956 году о мирном сосуществовании двух общественно-экономических систем. В своих беседах с Феликсом Чуевым, журналистом, которые были записаны уже в 80-е годы, Молотов так охарактеризовал вот эти вот инициативы. Тогда мы сняли штаны перед Западом. Получается, что основная цель не борьба с империализмом, а борьба за мир. Можно ли считать вот такую подмену целей советского руководства правильным шагом или нет? Вопрос крайне дискуссионный. Но нельзя не отметить, что советское руководство в этот момент сталкивается с серьезными проблемами, в первую очередь во взаимоотношениях со странами социалистическими. Уже в 1953 году, сразу же буквально после смерти Сталина, разражается серьезный кризис в Германской Демократической Республике. К 1953 году руководство ГДР ведет активную политику построения социализма, проводит коллективизацию, проводит индустриализацию. В этих условиях, естественным образом, усиливаются политические репрессии против инакомыслящих. Да и экономическое положение ГДР, которое одновременно вынуждено восстанавливать собственную экономику, да еще и выплачивать репарации, достаточно тягостное. Неудивительно, что уровень жизни немцев в тот момент не очень высок, и идеи социализма германский народ в ГДР пока еще не охватили целиком и полностью. Тем более, что вот такие антисоветские, антикоммунистические идеи активно подогреваются западными спецслужбами, которые используют особый статус западного Берлина. Западный Берлин, такой анклав капитализма на территории Германской Демократической Республики, возник в результате Потсдамских соглашений. Западная часть Берлина была оккупирована американскими и английскими войсками. И когда возникает социалистическая ГДР, вот этот западный Берлин становится таким центром распространения антисоветской агитации и пропаганды. В этих условиях в ГДР происходят массовые протесты. Массовые протесты, которые как раз и во многом породили вот эту вот самую дискуссию, о которой я сказал выше. 17 июня 1953 года в Восточном Берлине, а не в Западном, происходят массовые митинги, которые перерастают в погромы правительственных зданий. Около 250 зданий были атакованы или захвачены протестующими. И в этих условиях германское руководство обращается к руководителям советских войск, размещенных в Германии с просьбой о помощи в подавлении вот этого контрреволюционного выступления. И выступления были подавлены с применением оружия. Вот этот вот кризис в ГДР стал первым испытанием на прочность взаимоотношений Советского Союза с другими социалистическими странами. Первым, но не последним. У нас хорошо известно про то, как Советский Союз подавлял контрреволюционное выступление в Венгрии в 1956 году, как подавлял контрреволюционное выступление в Чехословакии в 1968 году. Но вот про аналогичный кризис в ГДР обычно не говорится. На фоне вот этого кризиса ГДР, который был с трудом, но все-таки преодолен, особой проблемой становятся взаимоотношения с Федеративной Республикой Германии, которая демонстративно стремится в НАТО. Несмотря на то, что советское руководство пытается обратиться к странам Запада, в первую очередь США, с предложением о создании вот этой вот самой внеблоковой единой Германии, руководство ФРГ в лице канцлера Конрада Аднауэра демонстративно не желает признавать вот эту вот самую внеблоковость. Оно и ГДР не желает признавать. Руководство, созданное под американским протекторатом Федеративной Республики Германии, считает, что оно представляет интересы всех немцев на всей территории. И между ФРГ и ГДР долгое время, до 70-х годов XX века, будут очень и очень напряженные отношения и будет отсутствовать взаимное признание. Несмотря на то, что Советский Союз активно пытается противодействовать, в 1955 году Федеративная Республика Германия так и присоединяется к НАТО. И в ответ на это в том же 1959 году руководители социалистических стран встречаются в Варшаве, где заключается знаменитый Варшавский договор. Организация Варшавского договора, созданная в польской столице в 1955 году, это был военно-политический союз восточноевропейских социалистических стран. Изначально туда входят все страны социализма Восточной Европы, кроме Югославии. Напомню, что в этот момент отношения между Югославией и Советским Союзом, испорченные в 1949 году, еще не восстановлены. В дальнейшем вот этот Варшавский договор просуществует до конца 1980-х годов и в 1990 году будет распущен. Однако в 1961 фактически из Варшавского договора выйдет еще одна социалистическая страна, Албания, лидер которой Энвер Хаджа не мог согласиться с яростной критикой Сталина, раздававшейся с высоких трибун в Советском Союзе. Так или иначе, Варшавский договор, который сегодня пытаются представлять как доказательство экспансионистских, чуть ли не империалистических планов СССР, возникает в ответ на то, что в одностороннем порядке западные страны усиливают собственный военно-политический блок НАТО, включая в него Федеративную Республику Германию. Мы уже с вами говорили на предыдущих лекциях, что в 1956 году состоялся знаменитый 20-й съезд КПСС, который дал старт к массовой десталинизации Советского Союза. Доклад Хрущева, прочитанный на заключительном заседании этого съезда о культе личности и его последствиях, вызвал очень неоднозначную реакцию не только в советском обществе, но и в социалистических странах. В конце концов, лидеры вот этих социалистических стран, которые создавались при Сталине, привыкли к Сталину относиться как к человеку весьма и весьма авторитетному и уважаемому, а тут вот его призывают яростно критиковать. Поэтому процесс десталинизации в Советском Союзе, он имел разные последствия в разных странах. С одной стороны, с некоторыми социалистическими странами, с которыми Сталин успел рассориться, в частности с Югославией, мы восстанавливаем отношения. С другими социалистическими странами, как с Китаем и Албанией, отношения всерьез обостряются. Тамошнее руководство хрущевской критики Сталина совершенно не приняло. Во многих европейских странах вот эта вот провозглашенная в Советском Союзе десталинизация стала сигналом к росту антикоммунистических выступлений. И во многом и события в Польше в 1956 году, и события в Венгрии в 1956 году, и даже знаменитая Пражская весна 1968 года, это уже в Брежневский период будет, являются следствием вот этой вот непродуманной политики десталинизации, которую развернул Хрущев. Ну а теперь немножечко подробнее об вот этих вот явлениях. Что касается наших отношений с Социалистической Федеративной Республикой Югославией, то они были напрочь испорчены в 1949 году, когда югославский лидер Иосиф Бростита заявил, что Югославия пойдет собственным путем строительства социализма, и этот путь должен был принципиально отличаться и во внутренней, и во внешней политике от тех действий, которые предпринимал Советский Союз. Естественно, это вызвало неудовольствие у советского руководства. Отношения с Югославией серьезно обострились. Тем более они обострились, что помощь в восстановлении своей страны югославский лидер начал искать на Западе. В Советском Союзе даже говорили о том, что югославский социализм строится на американской пшенице. На что, в общем-то, меткий на язык Тита отвечал, что вспомните, кто вам помогал во время голода 1921-1922 годов. Не те же ли самые американцы, не та же ли самая американская пшеница. Так или иначе, Соединенные Штаты Америки предоставляют Югославии в конце 40-х годов режим наибольшего экономического благоприятствования. И Югославия в сей период существования там социалистического устройства общества будет таким своеобразным ласковым телком, который в двух маток сосет одновременно. Имея отношения и с Советским Союзом, имея отношения и с западными странами, в том числе отношения и экономические. Ради того, чтобы нормализовать отношения с Югославией, еще до 20-го съезда в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев готов пойти на определенные уступки Иосипу Брозу Тита. Оба лидера встречаются. Хрущев неофициально посещает Белград, Тита неофициально посещает Москву. Ведутся переговоры. На этих переговорах Хрущев признает, соглашается признать возможность особого югославского эволюционного пути к социализму. Ну, по сути дела, это было принятие Хрущевым идей европейских социал-демократов, меньшевиков, против которых в предыдущий период Советский Союз так яростно боролся. Для того, чтобы еще больше потрофить югославскому лидеру, в 1956 году по инициативе Хрущева распускается Коммунистическое информационное бюро. Тот самый Коминформ, который был создан для координации действий коммунистических партий Восточного блока. Поскольку этот самый Коминформ через свои печатные органы активно критиковал Тита и Югославию в период конфликта, то теперь этот самый Коминформ, сильно раздражавший ягославского лидера, был распущен. Распустили Коминформ, наладили отношения с Югославией и в дальнейшем, пускай и не без проблем, эти отношения будут продолжаться до окончания существования и Советского Союза, и Югославии как стран. Но при этом Югославия не вступила ни в организацию Варшавского договора, хотя югославская армия была достаточно боеспособной, ни в Совет экономической взаимопомощи, ограничившись ролью наблюдателя. Более того, югославский лидер уже после нормализации отношения с Советским Союзом, достаточно демонстративно, на мой взгляд, заключает военно-политический союз с двумя капиталистическими странами, с Грецией и с Турцией, которые, на секундочку, во-первых, члены НАТО, а во-вторых, ну вообще по своей сути, хотя это нигде официально не провозглашалось, этот союз был направлен против любой третьей страны, которая может на эти страны напасть. Есть у меня такое подозрение, что под этой третьей страной подразумевался Советский Союз. И вот подобный военный альянс с капиталистическими странами, находящимися под очень сильным влиянием США, вряд ли можно считать дружественным шагом по отношению к Советскому Союзу. Можно даже, наверное, сказать, что, чтобы нормализовать отношения с Югославией, Советский Союз, в общем-то, пошел на серьезный разрыв отношений с Китаем. В Китае после Второй мировой войны продолжалась гражданская война, которая закончилась победой там коммунистической партии Китая. Китайским коммунистам активно помогал Советский Союз, и китайский коммунистический лидер, председатель коммунистической партии Китая Мао Цзэдун был за это Советскому Союзу и лично Сталину очень и очень благодарен. Сам Мао Цзэдун был достаточно харизматической и яркой личностью, который считал, что Китай, коммунистический, советский Китай, должен занимать, ну, по крайней мере, равное положение с Советским Союзом в мировом коммунистическом движении. Пока был жив Сталин, между Советским Союзом и Китаем были более чем дружеские отношения, а вот яростную критику Сталина, которую развернул Хрущев на 20-м съезде, китайский лидер, в общем-то, не принял. Поскольку Мао Цзэдун, в общем-то, тоже разбирался в идеях марксизма, в том, что говорил с трибуны съезда Хрущев, китайская компартия увидела признаки ревизионизма и не постеснялась об этом Хрущеву заявить. Кроме того, Китай настаивал на то, чтобы Советский Союз достаточно активно помогал Китаю овладеть собственной ядерной программой. Китайские лидеры настаивали, чтобы советское руководство передало им ядерные технологии. Китай тоже должен был стать ядерной державой. Хрущев на это не решился, предпринимая такие шаги невнятные, отговариваясь обещаниями, и это тоже не способствовало добрым отношениям. В конце концов, к 1959 году серия взаимных заявлений и обвинений в неправильном понимании коммунизма до предела обострили советско-китайские отношения. И уже с 1959 года можно говорить, что эти отношения были, по сути дела, сорваны. Китайцы отказались признать важность и значимость решений 20-го съезда. В ответ на это в 1960 году Хрущев отдал распоряжение о эвакуации из Китая советских экономических и технических специалистов, которые там в большом количестве помогали строить китайскую промышленность. Кроме того, Советский Союз резко сокращает товарооборот с Китаем. Он упал на две трети. И Китай надеялся, что Советский Союз все-таки окажется его союзником. Мао Цзэдун считал, что старший брат СССР должен активно помогать младшему брату. И когда между коммунистическим Китаем и демократической Индией вспыхивает пограничный конфликт в 1960-1962 году, китайское руководство требует, чтобы Советский Союз помог Китаю в боевых действиях против Индии. Но с Индией у нас у самих в 50-е годы выстраиваются очень дружественные отношения. Хрущевское руководство полагает, что Индия может оказаться страной, вставшей на путь социализма. Поэтому Советский Союз не вмешивается в этот конфликт между двумя дружественными Советскому Союзу державами. И китайцы на это тоже обижаются. Впоследствии Советско-Китайский конфликт будет разрастаться. Он придет к прямым военным столкновениям в конце 60-х годов в районе острова Даманский. А впоследствии Китай переориентируется на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и даже станет инициатором первой войны между социалистическими государствами в 1979 году. Нормализация отношений Советского Союза с Китаем произойдет только уже в середине 80-х годов при Константине Устиновиче Черненко и Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Так что мы потеряли достаточно серьезного союзника и из Китая в то время продолжали раздаваться обвинения в ревизионизме в адрес самого высокого советского руководства. Тот же самый 20-й съезд КПСС и его доклад о культе личности и его последствиях, постановления ЦК ВКПБ, точнее КПСС уже принятые на основе этого доклада, спровоцировали и серьезные антикоммунистические выступления в Польше. В июне 1956 года в польском городе Познань вспыхивают массовые демонстрации, которые перерастают в погромы и уличные беспорядки. Польскому руководству приходится подавлять эти вооруженные выступления из Хилы. Здесь участие советских войск не понадобилось, поляки справились самостоятельно. Однако внутри польского коммунистического руководства идет очень серьезная борьба, которая чуть было не приводит к военному столкновению между Польшей и Советским Союзом. После 20-го съезда КПСС в Москве скоропостижно скончался польский президент, глава государства Болеслав Берут, верный сторонник Сталина. И это обострило внутрипартийную борьбу в польской верхушке, где к власти пришел другой лидер Владислав Гомулка. Этот человек, в отличие от Болеслава Берута, был скорее социал-демократом, чем коммунистом и много говорил о необходимости особого польского эволюционного пути к социализму. В сталинский период Гомулка был репрессирован, даже какое-то время провел в польских лагерях, однако после смерти Сталина реабилитирован, теперь он снова возвращается в большую политику. И в польском руководстве идет борьба между сторонниками сталинского курса и сторонниками вот этого вот гуманного, гуманистического социализма, как его потом назовут, социализма с человеческим лицом, который на самом деле является не коммунистической, а социал-демократической идеологией. Хрущев, понимая это и видя, что в Польше идет либерализация, которая представляет определенную угрозу для сохранения просоветской ориентации Польши, пытается не допустить выбора Владислава Гомулки лидером польской объединенной рабочей партии и пытается даже оказать на Польшу вооруженное давление. Войска северной группы войск в Европе, советской группы войск, расположенные в Польше, получают приказ выдвигаться из мест дислокации к Варшаве. В ответ на это Польша тоже демонстрирует военную силу. Части польской армии выдвигаются навстречу советским войскам, а на польских заводах идет раздача оружия с целью сопротивляться. И вот здесь Хрущев, что называется, сдает назад. Вот этот военный конфликт не разразился. Хрущев согласился с тем, чтобы Гомулка стал польским лидером. И в Польше начинается своя польская оттепель, которая, впрочем, потом сменится очередным заморозком. Гораздо более трагичными и гораздо более кровавыми становятся события того же 1956 года в Венгрии. Вообще взаимоотношения Советского Союза с странами Восточной Европы, с социалистическими странами, были достаточно сложными. От того момента, когда был провозглашен переход этих стран на путь социализма, до хрущевского времени прошло, в общем-то, очень немного времени. И далеко не у всех жителей тех стран сформировалось прогрессивное социалистическое сознание. Многие обладали еще сознанием мелкобуржуазным и негативно воспринимали те социалистические реформы, в первую очередь связанные с национализацией частных предприятий, с коллективизацией в сельском хозяйстве. Эти реформы воспринимались негативно. В Венгрии в этом смысле страна была даже несколько на особицу, потому что мы с вами помним, что в 1941-1945 году Венгрия была самым последовательным союзником Гитлера в Великой Отечественной войне против Советского Союза. И венгерские войска до последнего сражались с Советской Армией. В Венгрии осталось немало ветеранов, вот тех самых войск, которые под командованием диктатора Хорти воевали с Советской Армией. И любви к советским, к русским у этих людей, в общем-то, было не очень много. Кроме того, очень активно на Венгрию работали западные спецслужбы. Сегодня эта информация, которую раньше публиковали про советские, про коммунистически настроенные историки, подтверждается документально. У нас есть свидетельства о том, что на территорию Венгрии забрасывались оружие для вооруженных антикоммунистических формирований, забрасывались денежные средства, забрасывались листовки для агитации и пропаганды. Разрабатывался план вот этого самого антикоммунистического переворота, мятежа в Венгрии. И это, в конце концов, произошло. Во многом вдохновленные польским примером, а также десталинизации в Советском Союзе, венгры поднимают антикоммунистическое восстание. Спровоцировала это восстание конфликтная ситуация внутри самой венгерской коммунистической партии, где в отставку отправляется достаточно одиозный и державшийся жесткого сталинского курса лидер Матьяш Ракоши. На его место приходит гораздо более либеральный Ибрия Надь, который, опять же, в 1953 году уже возглавлял на какое-то время коммунистическую партию Венгрии, но потом был смещен за свои излишне социал-демократические взгляды. Теперь Надь восстановится во главе венгерского правительства, и это, безусловно, способствовало разрастанию антисоветского мятежа. Вообще, сам мятеж начинается 23 октября 1956 года с массовых демонстраций в столице Венгрии, в Будапеште. В этих демонстрациях, в первую очередь, принимают участие молодые люди, студенты. У этих самых демонстрантов оказывается оружие в достаточно большом количестве. Они начинают разоружать полицейских, разоружать воинские патрули, разоружать деятелей государственной безопасности. В Будапеште начинаются вооруженные столкновения. И, чтобы пресечь это, уже 24 октября в Будапешт входят советские войска, однако, пока еще решительных действий не предпринимают. Они должны, в первую очередь, оказывать поддержку войскам венгерской армии, которая направлена на подавление вот этих вот массовых выступлений. С другой стороны, именно 24 октября советское руководство дает согласие на то, чтобы им ренадь был назначен премьер-министром, то есть главой правительства Венгрии. А советские войска, введенные в Будапешт, получают приказ не открывать огонь. Тем не менее, несколько случаев огневого конфликта случаются, и во всех случаях мы имеем дело с провокациями со стороны вот этих вот самых, что называется, митингующих протестантов. Впрочем, есть и другая версия, которая говорит, что действовали вот эти вот небезызвестные, неизвестные снайперы, которые нам с вами так хорошо известны по событиям на различных Майданах в Украине и в арабских странах, то, что происходило совсем недавно. Так или иначе, события начинают принимать кровавый оборот, по советским солдатам открывается стрельба, советские солдаты отвечают в ответ. Тем не менее, хрущевское руководство и наш министр обороны маршал Георгий Константинович Жуков пока еще проявляют некоторую нерешительность. Приказ на подавление всех этих выступлений не отдан. Более того, по инициативе Жукова принимается решение, дабы не провоцировать конфликт, вывести советские войска из Будапешта. 30 октября 1956 года советские войска из Будапешта выходят к местам дислокации, получив приказ не поддаваться на провокации, не открывать огонь. Венгерские антикоммунистические настроенные силы, давно уже сформировавшие свои собственные боевые отряды, воспринимают это как свою победу. Тем более, что как победу это подает и им Ренадь, лидер вот этого самого венгерского правительства в тот момент. И вот тут-то начинается страшное. Почувствовав, что венгерская революция, кстати, да, в Венгрии эти события 1956 года сейчас называют венгерской революцией. Почувствовав, что процесс пошел, что победа близка, что Советский Союз уходит, венгерские антикоммунисты начинают массовые погромы. Разгромлены здания комитетов партии, деятелей, сотрудников госбезопасности, членов коммунистической партии натуральным образом начинают убивать. Начинаются массовые погромы. В интернете можно найти немалое количество достаточно шокирующих фотографий, на которых вот эти вот венгерские борцы за свободу, борцы против советского тоталитаризма, зверски издеваются уже над трупами жестоко убитых сотрудников партийных и государственных органов Венгрии. В Венгрии нарастает анархия, и вот тут вот советское руководство понимает, что без военного вмешательства не обойдется. Понимает это и Надь, поэтому отбрасываются все вот эти вот личины, да, в данном случае. Отбрасывается хоть малейший там флер того, что в Венгрии пытаются сохранить какие-то социалистические принципы, просто очищенные от тоталитаризма. И Надь заявляет 1 ноября 1956 года о выходе Венгрии из организации Варшавского договора, об открытии границ с Западом и обращается в Организацию Объединенных Наций за помощью против будущей советской агрессии. На тот момент советские войска еще не начинают действий, но уже действуют венгерские коммунисты. Те силы в Венгерской коммунистической партии, которые не поддерживали вот этого перебежчика Надя, во главе с будущим лидером Венгрии Яношем Кадаром, заявляют о создании собственного революционного рабочего правительства, которое обращается к СССР с призывом о военной помощи. И 4 ноября 1956 года начинается операция «Вихрь». Операция эта разработана была лично министром обороны Жуковым. И советские танки входят на улицы Будапешта. Начинаются настоящие уличные бои, которые длятся до 9-10 ноября 1956 года. Антисоветские, антикоммунистические боевые отряды продолжают сопротивляться. В результате, конечно, существенное превосходство в силах на стороне Советского Союза. И вооруженный мятеж, потом его назовут фашистским мятежом, в Венгрии был подавлен. Венгерские события были подавлены при помощи военной силы, и с обеих сторон были немаленькие потери. Большинство из тех, кто активно участвовал в этих антисоветских выступлениях, были арестованы. Верхушку во главе с самим Имри Надем не только арестовали, судили, но и приговорили к смертной казни. Многие получили серьезные сроки заключения, но в достаточно скором периоде, в начале 60-х, большинство из них было амнистировано и выпущено на свободу. Вот эти венгерские события привели к тому, что массовая эмиграция началась из Венгрии, и очень большое количество, около 200 тысяч человек, вот после вот этих ноябрьских дней, после подавления мятежа, Венгрию навсегда покинули. Так что, если подводить итог взаимоотношениям Советского Союза с социалистическими странами, мы видим, что они очень и очень противоречивы, как вообще весь хрущевский курс. И очень серьезный урон крепости социалистического лагеря, единству социалистического лагеря нанесла вот эта вот кампания пост-десталинизации, развернутая Никитой Сергеевичем Хрущевым. Отдельным вопросом становится вопрос об отношениях Советского Союза и Третьего мира. Вообще, Третий мир, это термин, который придумали не мы, он появляется в 1952 году на Западе, где мир поделили на две части. Первым миром западные политологи называли, конечно же, западный капиталистический, либеральный мир, мир демократии и свободы, как они говорили. Вторым миром называются страны социализма, а вот те страны, которые не присоединились ни к социалистическому блоку, ни к блоку НАТО, те страны, которые встали на путь нейтралитета, их стали называть странами Третьего мира. В 1961 году лидеры многих из этих стран, в частности, например, лидер Югославии Иосиф Бростита, лидеры Индии и других стран, создают движение неприсоединения, то есть мировую организацию международную, куда включаются страны, не желавшие вставать ни на сторону Советского Союза, ни на сторону США в холодной войне. Кроме того, в эти же годы, 50-е, начало 60-х годов идет процесс массовой деколонизации в мире, я уже про это говорил. Страны Азии, страны Африки освобождаются, огромное количество стран новых возникает на карте мира, и Советский Союз, естественно, эти страны пытается привлечь на свою сторону. Национально-освободительные движения в этих странах признаются советской идеологией прогрессивными, и советская внешняя политика направлена на то, чтобы наладить с ними дружественные отношения. В основном это делается в формате помощи, которую Советский Союз оказывает новым странам, надеясь, что они встанут на путь социалистического развития. Таким странам предоставляются льготные кредиты, а иногда даже и безвозмездная помощь, туда налаживаются поставки советского вооружения, оказывается активная помощь и в экономической плоскости, в частности, советские специалисты во многих странах, в Египте, в Индии, в других странах, строят важнейшие экономические промышленные объекты. И эта помощь рассматривается советским руководством как расширение пределов социалистического лагеря. Надо сказать, что вот эта надежда оправдалась не везде. Многие страны, которым Советский Союз в 50-е, потом 60-е, 70-е годы активно оказывал помощь, так и не заявили о своей социалистической ориентации. Но с некоторыми, как, например, с Кубой, где в 1959 году произошла знаменитая Кубинская революция, так получилось. Кубинский лидер Фидель Кастро, изначально не собиравшийся после революции строить на Кубе социализм, оценил помощь Советского Союза и Куба до сих пор является социалистической страной, даже тогда, когда Советского Союза уже, в принципе, нет. Пожалуй, главные из стран Третьего мира, с которыми Советский Союз в этот момент налаживает отношения, это такие крупные страны, как Индия, Индонезия и Египет. С Индией Советский Союз уже с начала 50-х годов, с того момента, когда Индия получила независимость от Британской империи, всячески развивает сотрудничество, устанавливает торговые отношения. Лидеры Советского Союза и Индии Никита Сергеевич Хрущев и Джавахарлау Неру активно контактируют друг с другом. Советский Союз направляет своих специалистов для строительства крупных промышленных предприятий в Индии. В общем, отношения с Индией выстраиваются как соотношения со страной крайне дружественной, хотя Индия пока еще не является, и вообще на самом деле не будет являться страной социалистической ориентации. Именно поэтому Советский Союз и занимает нейтральную позицию, когда у Индии случается серьезный пограничный конфликт в 1960-1962 году с коммунистическим Китаем. Другой такой страной, на которую Советский Союз делал большую ставку, была Индонезия, где у власти после освобождения от колониальной зависимости от Голландии находился тамошний президент Сукарна. И тамошняя коммунистическая партия, коммунистическая партия Индонезии была одной из крупнейших вообще в мире коммунистических партий, третьей по численности, уступая только коммунистическим партиям Китая и Советского Союза по количеству членов. Президент Сукарна вел достаточно лавирующую политику между тамошними правыми и тамошними левыми, однако вот про советские симпатии Индонезии были видны невооруженным глазом. В конце концов, уже в середине 60-х годов это закончится военным переворотом в Индонезии, где власти придут антикоммунистические силы и индонезийские коммунисты будут уничтожаться в массовом порядке. Пожалуй, самую серьезную помощь из всех вот этих развивающихся стран Советский Союз оказал Египту. Египт очень серьезно зависит от реки Нил и там затевается очень крупный масштабный проект строительства так называемой Асуанской плотины. Египет, получивший независимость от Великобритании после Второй мировой войны, был все-таки страной, которая очень серьезно зависит от внешних кредитов и поставок. Изначально лидеры Египта надеялись на то, что США и Великобритания помогут построить вот эту самую Асуанскую плотину. Однако отношения с Египтом у западных стран всерьез осложнялись израильским фактором. Я уже говорил на лекции о холодной войне о том, что до сих пор, вот со второй половины 20 века и до сих пор отношения между арабскими странами и израильскими очень и очень напряжены. Это напряжение регулярно взрывалось военными конфликтами. Египет один из лидеров арабского мира в тот момент, поэтому у него очень сложные и тяжелые отношения с Израилем. И неудивительно, что странам Запада приходилось выбирать, кого в этом конфликте поддержать, Египет или Израиль. Они ориентировались на Израиль, тамошнее руководство было гораздо более антисоветски настроено, поэтому Израиль был выгоднее. И египетским националистам, они не были коммунистами, египетские лидеры, они были скорее националистами, пришлось обратиться к Советскому Союзу. Советский Союз был готов предоставить помощь и в 1956 году советские специалисты приезжают в Египет помогать строить вот эту крупнейшую в Африке Асуанскую плотину для Асуанского гидроузла. Вместе с этим в 1956 году в ответ на отказ западных стран от помощи в строительстве Асуанской плотины, египетский лидер Гамаль Абдель Нассер объявляет о национализации Суэцкого канала. Суэцкий канал это важнейшая артерия, которая связывает между собой Индийский океан и Средиземное море. Вот буквально недавно в этом самом канале поперек канала застрял танкер и вся мировая экономика впала в резкую панику. В те времена Суэцкий канал тоже важен и Британия держалась за возможность его контролировать. Теперь Египет заявляет о национализации этого канала и все доходы от использования этого канала, а он используется очень и очень много, идут в египетскую казну мимо британской казны. Кроме того Египет запрещает проход по этому каналу израильских судов и это вызывает неудовольствие Израиля. В результате Великобритания, Франция и Израиль заключают тайное соглашение, готовясь к военной операции против Египта. И в 1956 году эта военная операция начинается. Начинаются боевые действия. Британские и французские корабли обстреливают египетское побережье, высаживают десанты. Израиль начинает боевые действия. В этот момент урегулировать Суэцкий кризис, он проходит аккурат осенью 1956 года, одновременно с событиями в Венгрии. Всерьез помогли позиции Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Младшие партнеры США по блоку НАТО, Франция и Великобритания начали эту операцию, не посоветовавшись со своим старшим товарищем США. И американцы этим были не очень довольны, не желая обострять отношения с Советским Союзом. Советский же лидер Никита Сергеевич Хрущев недвусмысленно заявил лидерам западных стран европейских о том, какое количество ядерных бомб необходимо для того, чтобы сравнять эти страны с земной поверхностью, стереть их с лица земли. Советский Союз пообещал, если агрессия против Египта продолжится, включиться в этот конфликт со всей мощью своей ядерной индустрии. Поскольку Соединенные Штаты Америки в этот конфликт лезть не пожелали, через Организацию Объединенных Наций совместная позиция Советского Союза и США привела к введению в Египет миротворческого контингента войск ООН, к прекращению этой агрессии и Египет сохранил контроль над Суэцким каналом, сохранил свою независимость, Англия и Франция были вынуждены утереться. Некоторые историки говорят, что после этого Суэцкого кризиса, разрешенного при активном участии Никиты Сергеевича Хрущева, Британия перестает быть великой державой. Все, теперь она исключительно следует в фарватере Соединенных Штатов Америки. Таким образом мы с вами видим, что и в отношениях с странами Третьего мира Советский Союз пытается демонстрировать свое дружелюбие, миролюбие и готовность помогать. В общем-то вот это скорее всего была оправданная политика, приведшая к тому, что немалое количество новых стран уже в 60-е, в 70-е, некоторые даже в 80-е годы станут на путь строительства именно социализма. И в общем-то они не виноваты, что советское руководство в 80-е годы само от продолжения строительства социализма и коммунизма откажется. Во второй части лекции мы поговорим об взаимоотношениях со странами капиталистическими. Ну а пока что благодарю вас за внимание. Всего доброго.